Когда меня позвали на данный проект, сначала вроде захотелось, потом думаешь, ну, видео, я думаю, что многие поймут, почему там не хотел и так далее. Вот для меня сам процесс вот этих интервью, видеосъемок, он сложен. Психологически, морально, он сложно. И многие отговаривали, многие говорили, зачем ты туда идешь, ты что-то не будешь все равно дальше заниматься там с теми же лошадьми. И, наверное, даже я пошла за счет того, что просто тем, кто был против, протест, что ли, показать, сказать, да нет, я смогу, как бы отстаньте от меня. Я безумно благодарна тренеру Ане. Спасибо огромнейшее. Если бы не Анна, я бы, в принципе, и не села бы на коня. Потому что первая попытка, прям первые мои пять минут, у меня не получается сесть, залезть. Для меня это, наверное, залезть было в тот момент. И тут очень важная реакция Анны. Она поддержала, поверила в меня, за счет чего я продолжила. Анна доносит так классно, легко. Впечатление, что ты ее очень давно знаешь. Она подсказывает, она столько хитрости дает. Благодаря ей я дома занимаюсь. То есть она рассказала какие-то интересные, буквально пятиминутные задания, занятия, которые помогают. Просто даже помогают настроиться на день, на бодрость. И самое главное, нашла себе не просто как минимум одного друга, а прям друга, который мне помогает психологически, эмоционально, душевно. Это моя печенька, это мой Зевс. Я не хочу думать, что я его больше не увижу. Он меня узнает. Не хочу прощаться. Как я уже говорила, самое сложное в тренировках – это слезать с коня. Потому что понимаешь, что ты прощаешься с ним на какое-то время. Буду очень, буду скучать. Но я надеюсь, мы еще увидимся. Катя просто молочина. Мало того, что она похудела, постройнела, она еще приобрела уверенность в себе. И она, конечно, очень четко выполняла все рекомендации. Я ей давала несложные задания домашние, несложные в плане по времени, чтобы она могла укладываться во времени. То есть встать перед работой, что-то сделать, какую-то гимнастику дома. Она все выполняла, потому что видно было, приходя на следующее занятие, она уже была подготовленная. Она садилась на лошадь уже, во-первых, очень быстро. Все четко делала. У Кати очень хорошие результаты. Если Катя продолжит заниматься, думаю, что месяца через два, мы вообще Катю уже не узнаем. Я для себя открыл совершенно новый мир, оставаться с которым не хочется. Да, я говорил, что у меня был опыт раньше сидений на лошадях, но это были такие, скорее, приключенческие моменты. А сейчас это некая система, некое общение, некий ввод себя в другие отношения, в другой мир, как я сказал. Не знаю, сложно воспринимать слово взаимодействовало, хотя другое сложно подобрать. Ну, Аня Яросименко удивительно тактичный, профессиональный и теплый человек. Вот в день последних занятий я обязательно принесу ей огромный букет цветов, потому что, скажем так, держать свой живот подобранным мне хотелось с самого начала, не потому что я верхом, а потому что я общаюсь с этой красивой, умной, благородной женщиной. И она очень правильный тренер с хорошим психологичным подходом к каждому человеку. Я просто слышал, когда она занималась с другими. С Сергеем мне было работать очень интересно, легко. Когда вот мы начали заниматься, не думала, что будет такой результат, но в итоге была удивлена. Результат, как сказать, превзошел мои ожидания. Сергей действительно похудел, не то, что даже похудел, как-то подтянулся, стал более подвижный. У него прям здорово начало получаться, то есть практически скоординированное ровное движение, как направо, так и налево. У нас была группа пациентов, кто обращал на себя особо повышенное внимание. Это Екатерина и Сергей. Как всегда, классика жанра. Те люди, у кого есть более выраженные проблемы с избыточной массой тела, они имеют, естественно, проблемы со здоровьем, которые в той или иной степени ограничивают рацион пациента. И делать так, чтобы было все на столе, это достаточно сложно, поскольку цель и основная задача таких людей – это снизить вес для того, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, снизить нагрузку на опорно-двигательную систему, улучшить качество жизни. И, как показал проект, совместная работа питания и достаточно интенсивной физической нагрузки в виде верховой езды помогла достичь определенных целей. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы настолько все индивидуальны, что нельзя мерить всех под одну гребенку и ждать от всех одинаковых результатов. Я нормализовала свое питание. Я поняла, как правильно это делать. Как это делать правильно не потому, что кто-то тебе сказал, а потому что ты видишь реакцию своего организма на это и понимаешь, что уже нарушая то, к чему мы пришли с проектом, ты чувствуешь себя некомфортно. Ты полноценно питаешься. Я стала есть больше, чем ела до этого. Парадокс, но так. Просто правильно. То есть ни для кого-то, ни для чего-то. Тебе комфортно, удобно и хорошо. Ну и тренировки. Я поняла, что можно тренироваться в кайф. Без каких-то болезненных ощущений. Сергей – это творческий человек, которому, естественно, в силу его темперамента что-то не совсем удавалось. Но, тем не менее, даже в таком достаточно мягком режиме он также имеет прекрасный результат – минус 4,5 килограмма. И это, на самом деле, с учетом погрешности в диете, очень-очень хороший старт. Это безумно сложно соблюдать все рекомендации. Но некоторые я все-таки держу. И я буду продолжать держать некоторые рекомендации. Хотя бы в том смысле, что разделять белки и быстрые углеводы. И вообще их как-то уменьшать. Жидкости по-разному. Но есть некие нюансы, которые Саша нам так вкомпостировала в мозг. Которые понятны, скажем так. И я постараюсь их соблюдать, конечно. Хотя за те три месяца, которые у нас с вами прошло, ну, в общем-то, конечно, безумного результата у меня нет. Какие-то 4-5 килограммов. Но я их ощущаю. У меня организм стал немножко чувствовать себя по-другому. И ему это нравится. Когда появляется что-то яркое, эмоциональное в жизни человека, фокус внимания смещается. И в данном случае я могу сказать, что, конечно, верховая езда дала такой сильный квант энергии для того, чтобы жизнь стала ярче и интереснее. И фокус внимания уходит с еды тогда, когда мы получаем какие-то новые, свежие, яркие эмоции. Конечно, очень сильной стороной нашей программы является верховая езда, выездка и контакт с животным, контакт с лошадью, который никого не оставит равнодушным. Знаете, что для меня это был подарок, потому что попасть в этот проект само по себе счастье, места ограничены, попасть туда и изменить качественно свою жизнь, это дорогого стоит. И не каждому выпадает такой вот счастливый лотерейный билет. И, честно сказать, я буду возвращаться к этой системе, вовлекать туда своих друзей однозначно и родных. И просто сказать большое спасибо всей команде, потому что с нами работал и Александра, с нами работали и тренер. И все вместе, комплексный эффект, что он превзошел в мои ожидания и ожидания моих друзей. То есть я бы даже, может быть, не хотела обсуждать. Мне приходится обсуждать проект, его результаты, потому что я должна все время комментировать, а почему ты, а что ты с собой сделала, да? То есть вопросы поступают, и я, естественно, вот отвечаю на них. Отвечать я на них почему-то в последнее время стала часто, мне это приятно. Он говорит, Валя, что ты с собой сделала? А кто у тебя косметолог? А как ты похудела? Да, и вот ты начинаешь рассказывать, как и все время возвращаешься к проекту, да? И получается, что я о нем говорю постоянно, сама того вот не инициируя. Вот такой результат. Валентина, она, во-первых, уже давно ездит верхом. Она полтора года занимается у нас в клубе с очень хорошим тренером, грамотным. И мы только лишь подкорректировали некоторые моменты, ввели немножечко в ее тренировку, в обычную гимнастику, суставную, какие-то немножко нагрузили другие группы мышц. А так она, в принципе, уже совместила свой обычный тренировочный процесс с диетой, да, с правильным питанием. Ну и, соответственно, Валентина тоже здорово похудела. Первые мои занятия с клубным спортом на меня произвели большие впечатления. Это общение с лошадью, как с тем существом, с которым надо договариваться и которым надо управлять. Для меня было поразительно то, что лошадь пытается мной управлять. Вот, и лошадь мне опытная досталась, которая, я думаю, ни одного усадника воспитала. И эта попытка со стороны лошади, безусловно, была. Желание делать то, что сама лошадь считает. И, конечно, для меня был опыт сделать так, чтобы лошадь, наоборот, мне подчинялась и выполняла моей команды. Это, пожалуй, было самое сложное. Многие вещи мне оказались на редкости легкие, да, я думал, что это будет намного сложнее. Это равновесие на лошади. И опыт горных лыж здесь очень сильно помог. И команды по управлению лошадью мне дались легко с точки зрения физики тела, да, что мне делать, как мне правильно давать посыл, для того, чтобы лошадь понимала мои желания. В этом аспекте конного спорта она опытнее меня. И через какое-то время, когда у меня опыта прибавилось, ну, мне удалось совладать с этой ситуацией. Дмитрий тоже имел опыт верховой езды, но у него был перерыв. И благодаря нашим упражнениям, комплексу упражнений, ему это помогло быстрее вспомнить свои навыки и их усовершенствовать. Он очень быстро почувствовал, какая группа мышц, где работает, где что у него именно напрягается конкретно. Да, вот я ему говорю, например, сейчас вот косая мышца живота, он раз, сразу ее включает. Видно, что он правильно все выполняет. Я планирую дальше заниматься конным спортом, потому что конный спорт – это не только прекрасная, допустимая и доступная нагрузка. Это, кроме того, смешение, наверное, многих подходов в жизни, которые я в других видах спорта встречал. Всем, кто желает постройнеть, я не говорю про худение, потому что, понятно, это речь о стройном теле, об активности. Поэтому любому, кто еще не садился на лошади, я рекомендую прикоснуться к этому самому благородному животному в мире и попробовать научиться с лошадью общаться, но и заодно получить хорошую физическую нагрузку. Не всегда все удавалось на отлично. Где-то силы возникших обстоятельств, могли быть какие-то допущения, и Валентина, как истинная леди, не в некоторых моментах могла пошалить. Рекомендации Александра я придерживаться, стараюсь. И в большей части получается, за исключением каких-то там приятных мелочей, типа шоколадок, незапланированных шампанско, таких вот женских радостей. Ей приходилось находить новые слова для того, чтобы вернуть в нужную колею, в нужное русло, и вспомнить о том, что у нас есть поставленная цель. Поставленная цель на самом деле, это даже, еще раз повторюсь, не килограмма, а хорошее самочувствие, прекрасное настроение, достаточный уровень энергии, ну и как бонусом, естественно, снижение объемов тела. Смотрите, по цифрам талия минус 6 сантиметров, бедра минус 4 сантиметра, при этом мышечная масса там, где нужно, она увеличилась, да, а жировая масса ушла. Я похудела на 5 килограмм при росте 180, это практически мало. Дмитрий точную цифру не озвучил, это на самом деле правильно, поскольку важно понимать, что цифра на весах, она не имеет никакого отношения к тому, какой качественный состав тела имеет человек. И наблюдая динамику развития потери веса, мы должны обязательно смотреть изменения на биоимпедансометрии, поскольку надо понимать, за счет каких структур идет потеря веса. Я собираюсь дальше продолжать соблюдать систему, которую дала Александра, все ее рекомендации. Это не просто диета, это образ жизни, это образ питания, это то, что, собственно, я принял, принял как необходимую норму жизни. И не просто диету, еще раз, это не всеиминутное какое-то было желание просто похудеть, постранить и так далее. Сейчас желание есть продолжать, и желание остаться в этой системе в дальнейшем. Это хорошо, это здорово, но главный результат – это стройность, это ощущение энергии, это активность, это желание продолжать, и желание двигаться. Касаясь Дмитрия и Валентины, это те люди, у кого изначально был достаточно сильный мотивационный стимул для того, чтобы поменять то состояние, которое они имели на данный момент, в какое-то более структурированное и правильное русло, именно с точки зрения формирования правильных привычек питания, они достаточно четко и достаточно грамотно распределяли нагрузку как со стороны тренерской составляющей, так и со стороны питания. И, соответственно, результат не заставил себя ждать. На данный момент стало понятно, насколько это все, насколько это комплексное занятие, насколько всего тут много разного. Потому что когда начинаешь этим заниматься более активно, увлекаешься в процесс, узнаешь кучу различных деталей, понимаешь, насколько это свой мир, такая вот особая вещь, и узнаешь о таких деталях, там как порода лошадей логично, то, что это влияет на все, но о том длина, высота такой, сякой, кто широкий, кто узкий, кого какие ноги, то, что темперамент самое главное, то, что, пожалуй, о чем не задумываешься вот изначально, но когда вот уже, если поначалу всегда кажется, что это что-то такое странное, как животное, не знаешь, как к нему подойти, тут уже в течение времени, то есть, зная, что этот будет хулиганить, этот, наоборот, будет нормально себя вести, но может лениться, этот такой, этот сякой. И в итоге появляется другой уровень взаимодействия, иной опыт. Пожалуй, лучшего определения я дать не могу. Когда мы с Игорем только познакомились, когда он впервые вообще сел на лошадь, я сразу ему сказала, что у вас будет прям прогресс, сто процентов, и вы должны это оправдать. И вы знаете, он меня не подвел, он реально ездит очень хорошо, спокойно, всеми тремя аллюрами, совершенно умеет владеть своим телом, то есть он научился, почему? Потому что у него не было изначально страха. Все, что мы с ним обсуждали, все, что ему говоришь, он сразу же делает, тут же молниеносно выполняет, не задает никакие вопросы, а он, а я, а что это, а как то. Вот ты ему говоришь, делай, вот он делает, все. И вот это, конечно, железная дисциплина такая, дисциплина спортсмена. Он прям дисциплинированный, хороший спортсмен. Очень понравилось участвовать в этом проекте. Он не только изменил мои какие-то привычки, но я даже могла бы сказать, в какой-то мере жизнь, потому что я наконец-то начала правильно питаться, еще больше полюбила конный спорт, хотя я им, в принципе, занималась до этого. Моя лошадь, коня, зовут Байрон. Байрон мой любимчик. Я с ним познакомилась в 2011 году. И вот до сих пор я на нем езжу. Он очень спокойный, такой флегматичный достаточно, очень воспитанный. У любой лошади, они великолепные животные, у любой лошади, тем не менее, есть свой характер. И они иногда этот характер могут показывать. Они проверяют всегда всадника. А вот с Байроном мне, конечно, было всегда очень приятно, потому что он послушный, спокойный, то есть на нем себя комфортно ощущаешь. Иногда все равно вот этот страх, который есть у людей перед лошадьми, его немного тяжело преодолеть. А что касается Байрона, и спасибо огромное также моему тренеру, мне этот страх вначале особенно удалось преодолеть. И, собственно, было очень легко работать. У Инны есть другой момент в верховой езде. Она слегка, несмотря на то, что она красивая, стройная, очень такая всегда, она умеет осанку держать, у нее все в порядке с этим, но у нее был такой немножко страх, она зажималась как-то, садилась на лошадь, начинала зажиматься. И это не только на лошади, а вообще, да, вот в походке было что-то такое видно. Сейчас это совершенно другой человек. Она на сегодняшнем занятии, она вообще показала себя очень хорошо. Она уверена, с лошадью уже начала обращаться. Она включает именно те группы мышц, которые нужны, потому что важно очень иметь здоровую спину, мышцодержателя позвоночника, широчайшую мышцу, то есть обязательно спина. Вот это вот здоровая спина до старости. Для Инны Игоря не было задачи снизить массу тела. Естественно, два красивых, молодых, активных человека, которые на самом деле задумываются о качестве жизни в далеко идущую перспективу. И получить на этапе сохраненного здоровья рекомендации по питанию, по активности, по сну, по питьевому режиму, это то, что позволит сохранить прекрасную форму и позволит уберечь здоровье и не привести к развитию тех патологий, от которых, к сожалению, никто не застрахован. Поэтому изменить свой характер питания, получить новое качество жизни с точки зрения энергии, эти задачи были поставлены ребятами в самом начале проекта, и мы с ними очень успешно справились. Все рекомендации Александра я стараюсь соблюдать. Не всегда получается. Особенно поначалу это было, конечно, очень сложно, потому что новые привычки, это всегда, в принципе, сложно. Новые привычки меняют образ жизни к лучшему. Да, ну, то есть я начала себя чувствовать намного лучше, как в физическом, так и в эмоциональном плане, что меня, кстати, очень сильно удивило. И открылось для себя какие-то новые вещи, что себя, конечно, нужно в этом плане контролировать. То есть до этого я там могла тортики какие-то съесть, а потом бац, и как-то, ну, очень странно себя нехорошо чувствует, там, плохого настроения, например. А это есть такая, например, как история с углеводной депрессией. То есть вот такие вещи мне были неизвестны. Благодаря Саше, спасибо ей большое, я, конечно, об этом узнала, и теперь буду более аккуратно. Я стал больше обращать внимание на еду, стал, опять же, больше обращать внимание на свою активность, опять же, начал заниматься конным спортом в своем роде. И, пожалуй, действительно у меня жизнь отчасти изменилась все-таки. Расписание дня, то есть я стал больше следить по своему расписанию, что мне надо делать. И в конечном итоге проект действительно пошел на пользу, и я хочу просто поблагодарить всех, кто в этом участвовал, кто меня позвал, всех тренеров, Александру за ее время, за то, что она проверяла все наши дневники питания и давала советы, немножечко ругала. Ну, так, рабочий момент. И, пожалуй, хочу поблагодарить Прадар за такую возможность, что всех, кто об этом подумал, придумал, всех гримеров, спасибо, что сделали меня красивым. Это точно был приятный опыт. Спасибо большое Александре и самому проекту, что таким образом поменяли мою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин